Всех приветствую, продолжаем о ножах и сегодня у нас ножичек от Аир Златоуст Такой у них чехольчик Красота, на самом деле мне нравится такая упаковка, вообще очень презентабельно Дарить не стыдно Но конечно главное не упаковка, а что внутри В упаковочке видно ножичек Не маленький обещает быть Достаем Да, я питаю трепет большим ножом И это один из них Здесь у нас даже написано, что это И написано у нас здесь шериф Какой-то номер, номер 83 Не знаю, что означает 83 В общем ножичек шериф Так выглядит в ножнах Здесь тиснение Что написано А-энд-эр Компани Златоуст В принципе ножна сделана Достаточно неплохо Какие-то здесь отпечатки есть непонятные Единственное, что на ножнах мне Ну вообще очень непонятно Просто люто непонятно Это подвес Но он настолько маленький Это просто один из самых маленьких подвесов Который я видел И вот здесь Это вообще Ну это просто ни о чем Для примера Возьмем сумочку Поясную Ну допустим у вас ремешок С фастексом Фастекс сюда влезает Ну просто на пределе Вот еще будь он Прям вот чуть-чуть побольше И все Он бы уже не влез А ремень этот Менее 40 миллиметров Что вполне Кстати Небольшой Поэтому это просто на пределе Вот ну еле-еле идет Прям Не знаю Чего так жмотятся кожи Прям ну что Совсем что ли зажмотили Может быть надеюсь Сейчас хоть Делают побольше Подвес на шерифах Вот сюда я думаю Он даже и не влезет Это вообще Просто на дамский ремень Ну-ка Не без вариантов вообще Сюда фастекс уже не влезет Здесь просто Ну Даже два пальца не влезет Просто Ну это Я не понимаю Что это вообще Что это И главное Зачем Просто Вот это меня очень Не порадовало Ладно Достаем сам нож Ножных еще поговорим В принципе Нож отсюда Никуда не денется Хоть у нас здесь И не кнопочка Как называется Кабурная Застежечка Но нож не денется Никуда В принципе У него Упор хороший Достаем Так что За то что он выскочит Можно не переживать Как выглядит ножичек Да Это Боуэ Ну по крайней мере То что сейчас Считается Боуэ Исторически Конечно Боуэ Немного другие Но тем не менее Данная форма Сейчас Зовется Боуэ Да Ножичек Крупный Здесь Златоуз Сталька 100х13м Здесь Латунные Клепочки Так что Не надо Говорить Южному Кресту Что Латунь Она вся Прям вот Окисляется И здесь Все Достаточно Неплохо Выглядит Хотя Этот нож Старше Моего От южного Креста И здесь Ничего Особо Сильно Не убилось Хотя Конечно Былой Лоск Они потеряли Здесь У нас Чуэл Мощный Спуски От обуха Обработка Такой Сатин Грубоватый Начок Аира Что Мне Очень Не нравится И чего Я Не понимаю Откуда У меня На ноже Много Царапин Вот это Для меня Загадка Я Не понимаю Откуда Они Вообще Берутся Я Предполагаю Что Возможно Это Связано Со Способом Выделки Ножин Потому Что Все Царапины Продольные То Есть Наиболее Вероятен Способ Их Образования Когда Нож Вкладываешь В ножны Я Предполагаю Что Выделка Кожи Может быть Хромовая И там Вероятно Могут Оставаться Какие-то Квасцы Как их Называют Калихромовые Квасцы И они Царапают Нож Но это Конечно Не точные Предположения Мне было бы Очень интересно Узнать Комментарии От Аира Надо им Письмо Настрочить И узнать Почему Нож Весь В продольных Царапинах Они Именно Продольные Еще Есть Вариант Конечно Кто-то Может Скажет Но это От клепок Но клепки С одной Стороны А царапины С двух Так что Не вариант Хотя Конечно Иногда Эти клепки Закрывают Какими-то Накладочками Но здесь Они Не закрыты Не знаю Видно Не видно Вот Видно Не закрыты Второй Вариант Есть Но это Вообще Просто Это Из области Фантастики Но тем не менее Он есть Отложим Пока Шерифа Завелся Я как-то Другим Ножичком От Аира Это Финочка И что Я здесь Заметил Вот Это Вот И очень Это Смахивает На Посту Гоя Откуда Она Вообще На Ножнах И главное Зачем Это Я не понимаю Может Быть Это Какой-то Не знаю Для Разметки Ножен Но опять же Линия Слишком Толстая Для Разметки И Обычно Вроде Как Мелом Размечают Потому что Его удалять Проще Здесь Зеленый Клей Не знаю Я зеленых Клеев Для кожи Не знаю Хотя Может быть Кто Его знает В общем Короче На Ножнах Вот Такой Зеленый След Интересно Можете Писать Свои Варианты Из-за Чего Это Может Быть Ну Еще Конечно Третий Вариант Каким-то Хреном Сюда Попал Абразив И он Здесь Остался Но Опять же Это Нож У меня Второй Первый Он Пришел Ко мне Он Кстати Был Тоньше Так Так Что У них Толщина Плавает И я На нем Сразу Увидел Царапины Написал Я покупал В магазине Нож 74 По-моему Через Авито Я им Написал Говорю Так Мол Так Туда Сюда Что Вы мне Привезли Он Царапанный Весь Вот там Были Тоже Продольные Царапины И они Мне Поменяли И это Уже Второй Нож И этот Мне конечно Больше Нравится Потому Что Потолще И в итоге На этом Ноже Тоже Появились Царапки Сейчас попробую Поймать Так что В принципе Я не знаю Если бы На одном Только был Абразив На ножнах Ну Возможно Как-то он попал Но опять Уже На втором Странно Я больше Полагаю Что это Именно С кожей Может быть Связано Обязательно Сегодня Вечером Напишу Письмо Сейчас Попробую Ловить Да Это я Ну Вот 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 Они Переливаются Это Конечно Меня Сильно Расстраивает И Огорчает Потому Что Презентабельность Нажать Теряется Хотя Конечно В эксплуатации Ну Вот Здесь Ловят Вот Они Переливаются Да Да И Это Не От Пальцев С Этой Ст Это Как раз Страна Еще Плюсы К Клепкам И Еще Меньше Казалось бы А Клепки Могут Протирать Вот У Меня На Штрафбате Там Хорошо Видно В месте Где Клепка Прям Такая Затертость В общем Вот Так Это О Грустном Но не все так плохо К сожалению, кстати, еще один грустный момент На данный момент, когда я смотрел сегодня Почем нынче шерифы, меня очень опечалила их цена На данный момент они стоят чуть ли не на пятерик больше, чем отдавал за него я Плюс у меня еще, конечно, и сталька, не самая бюджетная вариация Самая бюджетная вариация на данный момент стоит 9600 Ну это, блин, это уже немало Получается, на данный момент один из самых моих дорогих ножей Что интересно Какой уход от того, чтобы нож был в законе Кленовидное сужение Ножичек фулл танк За эту столюку 9600 плюс 1800 Просят Ну, рукояти там, в принципе, цены особо не меняют У меня граб Мне понравился граб Такая темная, черная рукоять В принципе, обработка достаточно неплохая Никаких зазоров я не вижу Подгон Ну, достаточно неплохая Прямо, ну, совсем чуть-чуть Цепляется И то не во всех местах Так что подгон, в принципе, на хорошем уровне Никаких сколов Отверстие даже под темляк Сделано более-менее нормально Правда По мне тонковато И чуть-чуть, мне кажется, оно Не по центру Точнее, не по центру А чуть-чуть завалено Ну, это прям совсем чуть-чуть Твердость, которую заявляют на эту сталь 58-59 Сталька считается небюджетной По составу Углерода 0,9-1,05 Хрома 12,5-14,5 А буковка М Это у нас Молибден Молибдена здесь 1,4-1,8 Это вот как раз изобретения Температуры 100Х-13М В принципе Особо Минусов у этой стальки не называют Называет какой-то там один из минусов Это Не любит она Когда Перепады температуры Но Не знаю, кто будет нож в костер совать Потом в снег Я бы так делать не стал Поэтому, в принципе, никаких Минусов особо нет Но рекомендуется, конечно, протирать Так как это все-таки не 90Х-18 И чуть-чуть ржаветь может Но, в принципе, считается Коррозионно-стойкой И Из нее, типа, делали мединструмент Еще, типа, заявляют Режущая способность высокая Ну, это мы проверим Ладно Я не могу даже не сказать Режет он действительно Вообще просто Отменно Это один из лучших резов На данный момент Который я встречал И даже Который я выводил Я, по-моему, до такой степени Не вывожу Так, кромочка Кромочка аккуратно, в принципе, сделана Чел, как по мне Должен был бы быть поглубже Может быть, пошире Потому что есть шанс Того, что Прям на уголочек кромочки Соскочишь И Сразу травма Ну, как-то вот он Это у меня еще пальчики-то не особо Толстые Такие Тонкие сосисочки А с толстым пальцем Ну Легко соскочить Точнее, даже не то, что соскочить А прям положить Все-таки Чел чуть-чуть маловат Упор Зачетно Эта вещь нужная И почти вровень С режущей кромкой Можно почти Как шеф-ножом Работать Я уже сказал Кленовидное сужение Что касается Прямоты Прямота Относительно Идеальная Ну, точнее Не идеальная Но Относительно Неплохо Вот видно Здесь у нас Фасочки сняты А-ля Фальш-лезвие Ножичек этот Очень напоминает Мне Нокс Марс Ну, точнее Марс Нокс Он более свежий Поэтому Скорее Нокс Марс С этого Содран Ну, не Я не могу сказать Что он Содран Но Но они Похожи Короче говоря Прям так Неплохо Похожи Начнем Взвешивать Если бы здесь Спуски были Не от обуха Например В пол ножа Или В треть ножа Конечно Это был бы вообще Такое уже Можно сказать Топорище Потому что обух Толстый достаточно Но в таком Варианте Я бы Конечно Сильно бы Деревья Батонить Не хотел Потому что Не вижу я Прям Какой-то Мега Прочности Сколько он Весит По ощущениям Весит он Грамм 300 Я честно Говорю Не взвешивал 359 Без ножен Хотя Немало Что я беру Ножны Я думаю Добавят Грамм Грамм 80 90 360 Уже Показал Потяжелел Ну Надо отдать То что Весы у меня Не отамарные Точности Поэтому Погрешность Там В пару грамм Вполне Реально Ну Почти 100 грамм Добавляю 459 С ножнами Без ножен 360 Ну-ка 360 Контрольный Замер Лишние 2 грамм Закралось Ну-ка 358 Все-таки Правильно 358 И с ножнами 350 456 Короче Ножна 98 Грамм Возьмем Линейки Хватит Ну На клинок Хватит Форма У нас Боя Ну-ка Клиппойнт С прогибом Не пойму Вроде нет А вроде И какой-то Не Похоже Что без Без Проби Пробиба Без Прогиба Спуски Интересные У нас Спуски Прямые Ну да Прямые Безправду Ну прямые Да Не вижу Никакого Зазора Может быть Чуть-чуть Прям Скруглены Ближе К режущей Кромке Ну есть Ощущение Чуть Подкругления Прям Где-то Вот Вот Прям Вот С этих Мест Но это Может быть Обработка Такая Сама Режущая Кромка В принципе Здесь Вот Пошире Здесь Поуже Но Сделано Достаточно Прямо Никаких Волн Я Не Вижу Дек А сколько У нас Клинок Так Мы его И не Замерили Будем По опуху Мерить Получается Двести Сорок Семь С половиной Перед налем Пятерочка Двести Сорок Семь С половиной Сама Рукоять У нас Получается Примерно Сто Двадцать Семь Рукоять Удобная В принципе И такой Хват И такой И такой Прямо Как из Фильмов Ужасов Такой Не очень Но Тоже Вполне Общая Длина Но Помните Что Параметры Могут Чуть Чуть Отличаться Общая Длина Триста Семьдесят Четыре Ну Куда Ты Соскакиваешь Триста Триста Семьдесят Четыре Миллиметра Да Рукоять Однозначно Мне нравится Намного Прямо Вот Ну Вот Я как Вспомню Рукоять Нокса Поварской Хват И В кулак И вот Прям По толщине Она Ну Та Которая Мне Нужна Такой Вот Хват Может Быть Не Очень Прям Удобный Хотя Не особо Чувствуется Что Впиявливается В принципе Ну Если Совсем Уж Брать Прям Вот Так То Может Быть Так Не В принципе Рукоять Вообще Четкая Четко Смотрим Толщину Здесь Ну Просто Интересно Померить Здесь У нас Получается Два Два С Половиной Миллиметра Хотел сказать Двадцать Пять В общем Поэтому Он и в законе Меряем На пике Питая Здесь Кстати Достаточно Огромная О Пять Миллиметров Здесь Уже Чуть Меньше Здесь 4.7 Здесь Вот И Видно Переходы Вот Оп Здесь Оп Здесь 5 Здесь 4.7 Здесь Чуть Побольше Даже 4.8 Нестабильность Так А кленовидное Сужение Есть Откуда Нибудь Такое Ощущение Что Оно Начинается Вот Отсюда Кленовидное Сужение Но Более Явное Оно Из Этой Точки Начинается Отсюда Более Явное Где-то Здесь Ну Сейчас И померяем Найдем Если Оно Тут Вот Здесь Вот Меряем Прям Где Начинаются У нас Фальш Спуски Ну Будем Называть Их Не Снятыми Фасочками А Фальш Лезвием Вот Где Оно Начинается Здесь 4.8 Здесь Уже 4.3 3 Ну То 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 Отсюда Скорее Всего Начинается Сужение Здесь У нас 3.9 Бежит И Здесь У нас 1.8 В общем В принципе Клинок Конечно Толстенный Но Кончик Все Так У нас Не Самый Толстый Это Не Бастарда Где Там Такой Лом Хотя По весу В принципе Разница У них Всего 50 Грамм Даже Меньше Клепочки Сейчас По виду Они Стали Как будто Меньше На тех Моделях Что Сейчас Рукоять Здесь Видно Устроено Вот так Аккуратненько Толщения Особо 23 Получается 22 И 9 В этом Меньше Меньше Прав я Был Ну Да Все Таки Разглядел Прям Здесь Уже 21 И 5 Эх Скочило Но Поверьте На слово Вот Здесь Есть 20 И 9 20 И 9 Миллиметра Ну И Ладно Вот так Замерим Примерно 30 Миллиметров В общем Ух Посмотрим Как режет Хотя Че Смотреть Режет Он Отменно Вообще Как Скальпель Я Честно Говоря Не ожидал Такого Реза Просто Легко Вот Прям Прям Легко Легко Рез Очень Хороший Мне Нравится За Такие Деньги Еще бы Хреново Резал Хотя Конечно Сумма Не гарантирует Что Он Вообще Будет Резать Легко Ну Вот Даже Если Вот Так Бить Он В принципе Где Рез Есть Вот Здесь Рез Такой Драный Он Прям Разрезает От Удара Ух Ё Моя Чуть Пальцами Отчекрыл Сейчас Еще На Куском Газету Гоняю Прям Две Секунды Все Газеткой Что Я Плохо Подготовился Так Где Здесь Нормально Вот От Удара Нет Лучше Он Это Делать Когда Он Сам Срежет Кусочек Вот После Этого Он Уже Не Всегда Но Есть В нем То Что Он Может Прорезать Может От Газеты Еще Зависит Не 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 Хочет Он Больше Так Делать Вон Посмотрим Боковушечку Здесь Она Уже Драненькая Вообще Какой-то Неудачный Кусок Газеты Все Испортил Посрежи Так Вот Боковушка Подхватывает Ну просто Врез Вот Здесь Сказать Ничего Не могу Интересно Какой У него Угол Вот Прям Скользит У меня Таких Ножей С таким Резом Может Быть Еще Витязь Кмедь Легко Прям Не Здесь Тоже Не Хочет Не Нравится Ему Эта Газетка На Прошлой Которой На Какой Той Дел Короче Он Так Дел Посмотрим Мятую По Тесту Геба Потом Посмотрим Какой У него Угол Интересно Вообще Претензий Просто Ноль Ну Это Я Сразу Говорю Это Возможно Только Сотка Будет Так Работать Если Вам Сделают Такой Нож Из 95 Х 18 Не Так Что Он Будет Так Ж Бодро И Люто Резать Вообще Никаких Проблем Вот Так Вот Я Видел Газетку Резал Нож От Геба За хреновую тучу Денег Ну Я Предполагаю Что Хреновая туча Я Не знаю Какой И у них Он Был Поварской Здесь Ну Хотя Здесь Тоже Такие Элементы Поварские Есть Вот Там Он Примерно Ну Может Получше Резал Но Там Он И стал Скорее Всего Несколько Раз Дороже И Клинок Там Был Просто Тонюсенький Поварской Так Смотрим Я Посчитаю Конечно За кадром Потому Что Мастерство Моих Подсчетов Таких Хотя Вот Вижу Чуть Кромочка По ширине Плавает Так Ширина Подводов У нас 1.4 Осведено Во сколько Спуски У нас В В Это Конечно Грубые Подсчеты Но На данный Момент Других Не имеем А Сведено Все В 0.7 То есть Угол Такой Остренький На Сведено В 0.7 И 1.4 Посчитаю Здесь Конечно Все Будет Еще Разочек Шерифчик Как я уже говорил Рубакой Деревьев Я его Не особо Вижу Потому что Когда Спуски От опухов Все таки В середине Например Клинка Нож Толще И естественно Ой Толще Тоньше Естественно Чем Нежели Спуски У нас Были бы В пол Ножа Посмотрю Сколько Он В середине Тень Не такой Ну и Тонкий Здесь Примерно 2 и 2 и 9 В принципе Не особо Он и Тонкий Что я хочу Сказать Может быть Я и зря Переживаю Ну да 2 и 9 3 Примерно В центре Ножа Ну так что Может быть Зря я Короче Переживаю И можно Рубить И даже Не думать Ветки Так точно Можно Рубить Потому что Я рубил С вами Пойду Сгоняю Вот этим Чудом Мне интересно Просто Насколько Тонкий Сейчас Еще Посмотрим Ширину Клиночка Те Вот он Например Здесь Тоже Трешечка Рубил Я им От души Просто Так что Может быть Зря Может быть Я наговариваю И нож Очень Даже Прочный Ну я По крайней мере Надеюсь Малибден Кстати Отвечает За то Чтобы Сталь Не была Хрупкой Насколько Я помню Ширина Клинка Какая Так Прям Вот 40 Миллиметров Здесь Тоже 40 Примерно 40 Здесь Тоже 40 Ну Где Нибудь Вот С этой Точки Начинается Сужение Так что В принципе Ну Короче Мне кажется Я зря Переживаю Ножечек Вполне Годнота Минус Конечно Его Сейчас Нереальная Цена Просто Бешеная Какая Конечно Если Вот Так Откровенно Говоря Сравнивать Его С Ноксом Что бы Я выбрал Ну конечно Я выбрал Башериф Он Намного Приятнее И Ножны У него Сделаны Добротнее Хоть Даже И Несмотря На Вот Этот Уродский Подвес Просто Какой Подвес 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 Ни на Какие Разгрузки Это Даже Сложно Представить Как Натягивать Ни на Рюкзачный Ремень По крайней Мере У Походных Рюкзаков Потому Что Какие Такие Легкие Рюкзаки Там Может Быть Еще У них И Тонкие А На Нормальных Походных У них Обычно Жирнючий Ремень Это Конечно Не Печалит Что Имеем В итоге В первую Очередь Конечно Я вижу Этот нож Как 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 Лагерник Потому Что Ну Таскать Такую Массу Вместе С ножнами Это Почти Полкило Наверное Не самый Лучший Варик В поход Конечно В поход Я бы Хотел Такую Взять Но Опять Вспоминаю Массу Может Быть Я выбрал Что Ни Поскромнее Такой В принципе Один из вариантов Последнего Аргумента Охотника Тем более Форма Ну По крайней Мере На данный Момент Это Называется Боэ Достаточно Агрессивная С Оттенком Неплохим Боевого Ножа Картошку Чистить Да Наверное Может И Удобно Сидишь Так Начищаешь Яблочко Порезать Такой Лагерник Ну Подойдет Он и для Рыбалки И для Всего Главное Опять же Лишь бы Не таскать Его На спине Ибо Весит Он Нормально Так В принципе Больше У меня Конечно Это ассоциируется С охотничьим Ножом Нежели С рыбацким Ну Только Если На Очень Большую Рыбу Идти Вот Больше Всего Ассоциаций Именно С охотничьим Потому что И форма И Упор Смачный Все таки Ну Пускай он Тонкий Пускай Если Сильно Колоть Прям Будет Больно Палец Вот Я сейчас Сильно Давлю Будет Больно Но Это Лучше Чем Когда На Такую Кромку Соскочит Пальца И Они Скорее Всего Прям Отчекрыжатся Очень Легко Потому что Вы Видели Рез Здесь Отменный Вот Такой Вот Боэ От Аира Мне Нравится Да Фултанги Большие Слабость Подписывайтесь Ставьте Лайки Всем Снова Всем Пока